К нашему эфиру присоединяется Валерий Ромоденко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова. Валерий, рады приветствовать. Здравствуйте. Добрый вечер. Валерий, если сравнивать системы ПВО, которыми обладает сегодня страна-агрессор Российская Федерация, и те системы ПВО, которые сегодня есть в Украине, и все еще продолжают поставляться сюда нашими западными партнерами, где какие преимущества есть у каждой из этих систем? У российской системы С-400 основное преимущество их многочисленность. Их намного больше, чем у нас, но они более современные, чем наши С-300, например. А если сравнивать с западными системами, то они находятся между НАСАМС и Патриотом, или между АРИСТ и Патриотом. То есть по дальности они соответствуют, например, американским Патриотом, да, и даже превышают эту дальность. Потому что у Патриота заявленная дальность 160 километров по аэродинамическим целям. А у С-400 эта дальность, ну, они заявляют там 250-300 километров. И свыше того, до 350 километров. Да, но это, в общем-то, при различных идеальных условиях, скажем так. Вот. То есть сравнивать их довольно тяжело. Но теперь по эффективности. Конечно, радиолокационные станции, которые имеют Патриот и НАСАМС, они более компактные, они более, так сказать, ну, лучше дают картинку. Скажем, они более дают четкое изображение и более устойчивы к радиоэлектронным помехам. Вот. Потому что у них там несущая частота очень быстро меняется. Поставить помеху этим радарам достаточно сложно. Вот. Но, к сожалению, их мало. Вот. Поэтому вот количественным, таким по количественным параметрам все-таки наше ПЛО уступает. Хотя качество ее резко повышается. Но это компоненты ПЛО. Поскольку у нас есть система, вот, все-таки наша, как система, наша система работает довольно хорошо. В общем-то, 75% сбития, например, шахедов и там до 80% крылатых ракет – это высокий, очень высокий показатель. А касательно вот то, о чем речь шла в наших сюжетах, о том, что из Калининграда забираются ПВО С-400 в России для того, чтобы укрепить ее на фронтовых участках в войне с Украиной. О чем это говорит? То есть это у них, вот вы до этого сказали об их количестве, да, в чем их преимущество. Но, опять-таки, Калининград, который находится, по их словам, в анклаве натовском, грубо говоря, потому что он граничит со странами НАТО. И тут вдруг из Калининграда забирается ПВО. По-вашему, с чего бы это? Ну, жить захочешь, и вот они с Сахалина притянули. Вы уж понимаете, какая штука, да? Помните «Корову в самолете» в фильме, да? Вот они сейчас в такой же растяжке, да, значит, вот тащат все, что… Как та корова в Ту-22. Вы помните этот фильм о генерале-алкоголике? Вот название выскочило. Это какие-то из особенностей национального чего-то. Да, 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 абсолютно верно. Ну, вот они сейчас в растяжке, нужно либо заканчивать войну, либо тянуть со всех концов, вот, чтобы хоть как-то увеличить плотность противовоздушной обороны. Потому что наши заявки о том, что мы готовим украинские шахеды, что ответ будет достаточно весомым на их обстрелы, да, вот. Они, с одной стороны, значит, как бы говорят, да мы все, мы всех побивахом, и шапок у нас столько, что закидаем до самого Парижа всех, да. Вот, а с другой стороны, они резко уплотнили противовоздушную оборону Москвы, развернули целый маловысотный пояс ПВО Москвы на панцирях и зенитных системах ТОР, да, причем поставили их на постаменты, как танки Т-34, на которых деды воевали, да. Вот, и все это заставляет их тянуть все виды зенитных систем из всех дальних точек. Черт с ними, значит, там с Дальним Востоком, там китайцы все равно якобы союзники, да, японцы запрещено применять там вооруженные силы вне границ. Черт с ними НАТО, они, конечно, агрессивные и страшные, они мечтают съесть Россию, но нападать они не будут, это любой понимает, ну, любой сержант понимает. Ну, ладно, не сержант, лейтенант понимает. Вот. Ну, вот поэтому такая система, что тянут все, что можно против нас, чтобы им не пришлось объяснять долго и скучно, почему наши беспилотники, мы же не можем бить НАТОвскими ракетами, да, почему наши беспилотники то по Смоленску ударят, то под Москву прилетят, то еще где-то, но про Крым я вообще молчу там, в общем-то. Всем, что мы имеем, мы можем работать по Крыму без всяких ограничений, а, судя по всему, поставки крылатых ракет из Британии и Франции продолжатся. По поводу беспилотников, вот сейчас в части Украины звучит воздушная тревога в связи с тем, что летят беспилотники типа Шахетта с двух направлений. Помним в субботу эту атаку беспилотниками, самую массированную, да, за эти почти что два года полномасштабные войны. Как думаете, вот такие масштабные тревоги, масштабные атаки шахедами, они могут повторяться системно? Ну, пока система не рухнет, будут повторяться. Логично. Да, системная штука, она такая, знаете, она работает, работает, потом раз и пошла наперекосяк. Почему? Они не смогут с таким же темпом, как выстреливают эти шахеды, их выпускать, потому что, во-первых, иранцы тоже не выдерживают темпа, да, выпуска, во-вторых, в России применена технология намного более сложная и дорогостоящая технология изготовления корпусов. Вот у них хорошо наладили они с внутренностями этим шахедов, а вот корпуса делать из углепластиков, да, это очень дорого, они прочные, хорошие, но не отчувствительные к погоде, но технология достаточно дорогая и во многом ручная технология. То есть такого темпа они не выдержат однозначно, пока идет проверка наших средств ПВО, не более того. Проверка наших средств ПВО перед тем, как массировано запустить ракетные атаки? Ну да, естественно, они после этого, они понимают, где им работать баллистикой, а где лучше не соваться с баллистикой. Вот, а вот по крылатым ракетам, которые они успели наделать там достаточных количеств, там по тысячу штук, ну, извините, не тысяча, там заявляется, что где-то порядка 870, но эта заявка была где-то недели две-три назад. А в месяц Россия изготавливает, ну, по данным нашего управления разведки, где-то до 120 ракет. То есть следует это добавить, потому что пуски были единичные. Плюс не зря мы лупим постоянно по Смоленску, по крыше Смоленского завода, пьем раз за разом, вот, потому что там делают еще ракеты Х-59, которые, их можно будет, так сказать, перенацелить более дальнобойные ракеты вглубь нашей территории, а вот этими Х-59 бить по прифронтовым городам. Вот как-то так вырисовывается ситуация, и к этому нужно готовиться. Но, кстати, мобильные группы, значительная часть мобильных групп способна будет работать и по крылатым ракетам, потому что имеют «Эвенджеры». Ну вот, мы получили еще ряд других систем, а немецкие артиллерийские системы с радиолокационным наведением, там типа «Скайнец», и еще ряд систем, которые мы получили из Британии, да, вот, они способны прекрасно, также успешно работать по крылатым ракетам. Для них это не показатель, там, 800 километров в час. Ну вот, они способны снимать эти ракеты, причем очередью из 10 снарядов, да? Сравните 10 снарядов калибра 30 или 35 миллиметров, и 3 миллиона стоимости ракеты, плюс 3 миллиона это было в довоенных целях. А сейчас, извините, всем фирмам-прокладкам нужно там какой-то процент тоже капнуть. Ну да, это если говорить об экономической, как минимум, да, составляющей. Валерий, если... Да, если военную составляющую мы уже достаточно широко обсудили, то хотелось бы поговорить еще и о гражданской авиации Российской Федерации. Как там обстоят дела? Это все, естественно, в контексте санкций. Насколько работает этот технический каннибализм деталей, на которые вынуждены были пойти в Росавиации? Ну, страсти по российской гражданской авиации как-то несколько преувеличены. Они достаточно неплохо отыграли этот курортный сезон с потерей всего одного самолета, да и тут, в общем-то, это была авария. Вот. В целом, с гражданской авиацией, конечно, ситуация грустная, но не по причине западных санкций. Вот. Там основная причина, у них бьются в основном вертолеты и самолеты Ан. Причина понятна. Все вертолеты российские на украинских двигателях, на моторсичевских, и то, что они сейчас выпускают в Петербурге, двигатели вертолетные, да, они, в общем-то, не покрывают потребности, вернее, покрывают, но так, до 50-60% потребностей. А нужны же еще не только новые двигатели, но и запасные части, которых не хватает. А я уже молчу, запасные части к двигателям самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-2 и чешских Л-410, которые россияне не получают от слова «вообще». И сейчас вот с этим звеном в российской гражданской авиации реальные проблемы. То есть вот тут санкции работают, а западные санкции, они обойдены довольно успешно. Вот интересно, как долго они смогут их обходить вот именно в случае авиации, военной в частности? Ну, в случае военной авиации тут как-то подсуетились, потому что здесь схемы мы выяснили, передали союзникам, какие предприятия особенно активны в том, что, ну, активны, пассивны, не требуют сертификата конечного пользователя. Вот основной момент, как можно отследить. Вот. Кому в конце концов досталась деталь, вынь и положи, скажи кому. Ну, если это Россия, извини, ничего ты не получишь. Вот. А если речь идет о том, что покупает там Киргизстан, да, и после этого никого не интересует, куда они деваются, вот это уже надо принимать меры финансового воздействия на экспортера подобных деталей. Ну, в этом направлении еще остаются какие-либо возможности введения дополнительных ограничений? Ну, тут есть несколько вариантов. Здесь есть кнут, здесь есть пряник. Кнут — это все-таки, чтобы органы, ну, надзорные органы соответствующих государств заставить их все-таки, не заставить, а обратиться к ним с просьбой усилить наблюдение за соблюдением санкций. Есть пряник, можно просто излишек, вот, который там, они кому-то с подозрительным партнером передают, просто выкупить самим и применить в нашей боевой технике. А вот эти сообщения о том, что в шахидах используются детали, которые заказываются на Алиэкспрессе, это достаточно массовая история или это просто какие-то единичные случаи, которые вот нашли и показали? Ну, тяги управления, например. Почему не взять на Алиэкспрессе? Простой элемент. Вот. Шахет тоже, в общем-то, не тот. Но, в принципе, вполне, если его выбросят на Алиэкспрессе, это будет органично. Да, понимаете, это не будет там какой-нибудь западная ракета, которая, в общем-то, как она могла оказаться, да? А по своей ему сложности шахет достаточно такое простое изделие. Ну и, кроме того, значит, на шахедах прежде всего стоят китайские двигатели. На иранских шахедах стоят немецкие лимбахи. А на российского производства стоят двигатели МАДО, китайского производства. То есть там достаточно много китайских компонентов, и ничего с этим не сделаешь. Аккумуляторы иногда используют тоже, значит, вот рулевые машинки, получается, что используют ряд контроллеров, ряд китайских деталей. И он попадает на шахеды. Если это довольно простое в производстве оборудование, которое вполне себе активно используется сейчас страной-агрессором, насколько Украина приблизилась к собственному производству нечто подобного? А давайте вы мне следующий вопрос зададите. Согласна. Окей, хорошо, пускай сюрпризом будет. Согласна. А еще вот по поводу, мы начинали с ПВО С-400, о том, что из Калининграда их забирают. И вспомнилось то, что мы говорили чуть ранее в эфире, о том, что штормом смыло в Крыму, в том числе и оборонительные, так называемые, участки вокруг Керченского моста. Возможно, это были и системы ПВО, возможно, и с этим еще связано? Как думаете, то, что эти С-400 из Крыма забирают? Ой, из Калининграда забирают? Да нет, системы ПВО ставят на горочки. Там радиолокаторы, им нужно далеко, вот, высоко сижу, далеко гляжу. То есть Крымский мост обезопасить системами ПВО достаточно сложно, получается? А там столько системы ПВО. Там и сидят пара МиГ-31, которые тоже в случае вылета ракет и обнаружения ракет, они могут подняться, и они оптимизированы как раз для поиска и уничтожения крылатых ракет. Там применено все. Там дымовые завесы, там, значит, постановки радиопомех. Там баржи затапливаются, в случае, все перегорожено баржами и какими-то старыми судами, для того, чтобы туда не прорвались морские дроны, да? То есть оборона там очень серьезная. Этот комплекс, ну, естественно, если у него дальность 300 километров, там, в какой, ну... Допустим, что российские данные соответствуют правде, ну, вот, значит, то он, хочет он или не хочет, он в какой-то мере будет прикрывать вот этот Крымский мост. Хочет или не хочет, это прекрасно. Ну, дело в том, что по дальности, если вы циркулем прокрутите, да, то он достает до этой зоны. Кроме того, ракете же нужно пролететь, там, допустим, над Азовским морем, да, чтобы... А это зона поражения вот этого комплекса. То есть каким-то образом он будет в этом участвовать. Понятно. Спасибо большое. Спасибо за предоставленную информацию. Спасибо за непредоставленную информацию. Тоже очень важный момент в данном случае. Нет-нет, все в порядке. Как раз это важный момент. Мы как раз за эту историю, да. Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова, присоединился к нашему эфиру. Спасибо. Это и другие видео. Вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.